И мы возвращаемся на третью решающую карту в легендарного противостояния ZDEC против команды LGD PSG. И тем и другим нужна победа, обязательно. И тем и другим нужно начать нормально драфтить, как по мне, потому что драфты пока вызывают крайне много вопросов, и ответов, к сожалению, мы, наверное, на них не получим. Но я так понимаю, драфты третьей карты там уже во все идут, так что давайте самое время посмотреть их, и что у нас здесь вообще происходит? Ну, как минимум, наконец-то до венги дошли. То есть кто-то ее впервые не забанил. Причем ее получилось взять даже не на ФП. Очень популярен этот герой на пятой позиции в Китае, и она действительно решает. Но Тинни? Ну, Тинни на самом деле может быть и ровмищем вполне. Для Wi-Fi вполне, да. Да, периодически на самом деле на том же регионе Тинни появляется на центральную линию, где, в принципе, тоже себя неплохо показывает. Потом очень рано начинает включаться в драки, начинает передвигаться по карте, за счет чего там... Ну, если получается нормально проводить драки, набирает свой NetWars, если, соответственно, не получается. Игра проигрывается, как правило. Тобсон попробовал вчера рано подключаться в драки, купил Midas, его не видел никто там. Да, 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 вот. Ну, а здесь внизу пока что Шейкер. Шейкер пока что не сказать, что прям, ну, просто как хороший контроль. Да он универсал. Он сейчас в любой пиковый засунь, он наверняка будет смотреться. Он там сразу же закрывает часть героев, там, зионистов. Ну, а тут Фурион тоже крайне популярный, крайне сильный, как по мне персонаж. Не в Китае, в Китае не особо. Ну, на мировой сцене, наверное. Там, да, в Китае не особо. Видите, я интересно, на какую позицию здесь у нас. Ну, хотя, на самом деле, он тоже достаточно универсален. Он может как и оффлайн, как и в легкую, как и в мид пойти, при желании. К саппортом быть тоже. Тут его действительно можно куда угодно отправлять. Забанили Медузу. А тут понятно, это самая популярная связка сейчас в Китае, Винга плюс Медуза, это очень сильная связка. И, по-моему, как раз именно LGD или Вич, не помню, кто ее начал спамить, и после этого вообще никому ее не оставляют. Если вы видите Вингу, то Медузу обязательно нужно банить. Тут вообще без вариантов. Ну что, интересно, будет ли какая-то Луна под Вингу, как любит брать сейчас в Европе, например. Либо же какой-то другой герой. Так, ну, предпоследний бан пока что ждем от команды LGD. Это все-таки минус Урса. Спектра может какая-то появиться. Потому что Урсу забанили. Спектра здесь добирается до всех. Сбивает блинки Шейкеру. Находит Нейчерс Профита. Ну, есть ли смысл ее так рано брать? Либо же ты думаешь... На четвертый возьмут. Да, на четвертый вполне. Пока что можно забрать себе либо оффлейнера, да, какого-то? Нет, слушай, сразу берут. Ну окей. Не боятся, видимо. Возможно, кстати, в теории сами Минздеки могли себе этот спектр забрать. Прямо сейчас. И поэтому, возможно, решили опередить их LGD. Могли, потому что тут намечалась такая глобальная стратегия с Пурионом. Ну да, но тут сразу Некрофос. Считается, что он неплох против Спектры. Мне кажется, против любого героя неплох, который может половину ХП потерять в драке и накрыть его косой условно. То есть отправить в таверну, отдохнуть. Но так на линии себя хорошо показывает, как по мне. То есть даже против самых плотных героев, условно, против какого-нибудь Драгонайта, да, если лайнап у нас последний, который я вспоминаю, Некрофоса Драгонайта, то... Некрофос сильнее ДК, наверное. Некрофос сильнее, да, и отлично себя показывает. Так что здесь почему бы и нет. Только вопрос, на какую линию этот Некрофос, куда его отправят, кто на нем будет играть. Лично у меня пока. Многое будет зависеть от того, кого возьмут в миддл и смотрится ли там Некрофос. Потому что если это тень, то Некрофос там можно стоять. В оффлейне против Спектры он тоже хорош. Тут вообще может быть линия Нечерс Профит Некр в оффлейне. И пусть они там как-нибудь разбираются со Спектрой, тычкуют ее издалека. Потому что Веншфул Спирит не сильный саппорт именно на линии. Это супер неприятная вообще линия. Ой, инвокер, ненавижу инвокера. Конечно, простите меня, что я так заранее начинаю харассмантить этого героя, но я не вижу вообще в целом импакта от квас-векс инвокеров последнего времени. Возможно, в Китае как-то иначе складывается ситуация, но на моей памяти все инвокеры, которые появлялись в последнее время, были очень плохими. Ну, то есть, есть у тебя, условно, один был полезен, там как раз игра была против тролля, по-моему, и там вот Бласт реально решал в каждой драке, которая залетала, и тролль там бедный в дизарме не мог бить. Но все плюсы этого героя, то есть, когда ты спрашиваешь у аналитиков, типа, зачем его берут, ну, Аллахрите кидать. Ну, такое себе. Мне нравится один герой тут для Сиддек, не знаю, вспомнят они про него или нет, который с агонимом убивает спектру, а без агонима убивает инвокера. Это Doom в оффлейн, например. Это пока что лайфстилер. По-прежнему Doom можно брать на самом деле, потому что, ну, реально, Doom с агонимом здесь уничтожает спектру. Он отключает ей пассивки, она ничего не делает. Он просто одним лишь ультимейтом включает инвокера. До этого Doom добраться можно, безусловно, но он там купит себе БКБ, например, то есть барабаны, БКБ, агоним покупаешь, и все, и ты здесь уже король на линию. Он отстоит, что-то на броню себе доберет на всякий случай против венги, и тогда просто нужно... Обычно Doom в последнее время, какими-нибудь два колечка сразу берут себе на протекцию и просто идут на линию, и в принципе проблем нет. Забанили пака как дополнительный контроль. Ну, кстати, да, он в теории мог появиться, и с ним вообще такая хорошая здесь комбинация получается. Dream Coil, Echo Slam, да, там сидит лайфстилер условно какой-нибудь, выпрыгивает из ультимейта, начинает драться, и там залетает коса, и уже... Пока до инвокера все-таки не доходят, потому что тут будут фронтлейнеры, плюс Винга его всегда может спасти, он там на отходе даст сразу же свои косты, его не догнать уже, одного шейкера не хватит, плюс блинк у него не скоро появится. Фурион в спину прыгающий, это тоже бесполезно против инвокера. На дистанцию он здесь спокойно людей держит. Вот нужен кто-то, кто до него доберется. И по-прежнему LGD не показывает, кто у них будет стоять в оффлэне, это идти не может быть. В теории да. А может это инвокер четверочка? Если инвокер четверочка, я только за. Я только за, мне он гораздо больше нравится. Кстати, по-моему, Fyre любит поигрывать на нем. Fyre на любом исполнит. Ну, нет, именно если вспоминать старые игры, когда только вообще начинали инвокера брать на четверочку, он показывал не самый плохой перформанс на этого героя. Так что, в теории может быть. Но пока что от Энигмы избавляются вообще. Боец такого глобального хорошего. У них контры просто нет на Энигмы, уже не доберешь никого здесь. Винга у врага. Ну, может быть, casual Templar какая-нибудь на центральную линию. Ну, или Void Spirit снова, но теперь только для команды с дек. Тоже мобильность, кстати, его теперь есть чем добираться до того же инвокера, например, как ты говорил, плюс подконтроль какой-то и на линии себя должен. Здесь Аганим очень многое дает, безусловно. Ты покупаешь себе Аганим и просто выключаешь Винжу, Full Spirit, инвокера, там, одним кастом. Тинни тоже свой прокаст дать не может. Неплохое решение. Тогда встает вопрос все-таки по Некру. Наверное, Некр в Офлейн, Void Spirit в центр и Фурион Саппорт с Лайфстиллером. Он там погоняет любого Офлейнера, но любого до того, как появился Бэтрайдер, потому что именно Бэтрайдер, по-моему, здесь слишком хорош. Во-первых, он неплохо стоит линию против Лайфстиллера. Просто стоит. Ну, Лайфстиллер его не то чтобы убивает, Бэтрайдер его тоже не убьет, но хотя бы Бэтрайдер будет фарм получить. Но затем на дистанции Лассо на Лайфстиллера через Рейдж работает. Спасать нечем. Нет контры на Лассо. Это правда. Но в рамках линии Лайфстиллер себя более-менее чувствует против него. Все-таки нет. У нас на центральный отправится Инвокер. Здесь от Мэйби будет. Ну, FY будет отыгрывать у нас на Тине. И снова будет играть на Винге. Здесь все ясно. С другой стороны, снизу у нас СРФ будет играть на Некрофосе. Из того, что я успел заметить. А дальше я уже и не запомнил к знакомому, если честно. Но, как бы то ни было, у нас третье решающее. Нужно выигрывать и тем, и другим. И, наверное, самое время взглянуть на коэффициенты, потому что, я уверен, они должны были измениться после предыдущих карт, потому что там до этого, по-моему, 3.0 практически было на LGD, если я не ошибаюсь, на последнем моменте. Но тут чуть больше теперь верит даже в LGD. Вулкан Бэт мы видим и чуть меньше в SDEC. Ну, не знаю даже. Тут трудно кому-то отдать предпочтение. Здесь хотя бы драфты вменяемые. У тех и у других здесь нет провала. Вот как на первой, на второй карте. Здесь провала нет. Надеюсь, тут просто начнут ребята правильные предметы покупать, и мы увидим хорошую игру с интригой, наконец-то, потому что до этого драфт решал все. Ну, если брать драфт снизу, это больше на темп. Конечно, в первую очередь драфт сверху со спектрой, ну, больше, наверное, рассчитан на лейт по-хорошему. Хотя игры со спектрой в последнее время не сказать, что это прям супер лейт, потому что, ну, в рамках линии спектру не так уж и сильно могут напрягать как-то. Но герои очень хорошие стоят с другой стороны, но я все еще скептически отношусь к инвокеру как к персонажу на центральную линию. Поэтому, наверное, больше бы отдал предпочтение команде с дек, но время только рассудит нас, кто сильнее, кто слабее здесь. Поэтому давайте просто смотреть на эту третью карту. Так, ну что, в LGD отправляются в самоках сразу же вниз организовано в пятером. Я так понимаю, хотят ФБ сделать. Быстрое какое-нибудь. Ну, там пеньки уже идут в ответочку на разведку. Тут герои хорошие для ФБ. Там два дизейбла есть. Так, увидели XM-а. По идее. Нет, не видели. Вот сейчас увидели. Так, так, так. Ну, XM пока что боится, боится выходить. Интересные два обсервера здесь поставили. Получается, ребята с команды LGD полностью контролировали правый треугольник, чтобы, я так понимаю, видеть стаки какие-то, фарм, возможно, и передвижение от команды с дек. Вот, смотрю, в итоге в конце уже на этот драфт, да, и единственное, что меня смущает, теперь Фурион, который вначале берется. Он может быть слабым звеном, знаешь, стать по игре, потому что у него нет полезных скиллов в драке. Вот вообще. Все, что он может сделать, это кинуть ультимейт. Его контроль не работает. Там битрайт, топорики будут и так далее. Либо слоты он какие-то соберет хороший. Ну, зато, ладно, урона, может быть, он с пылов не может дать полезных, но он может нанести достаточно урона с руки и впитать урона, потому что он достаточно армированный парень в последнее время, как показывает практика, и реально пробить его сложновато. Хотя тут есть один плюс. Лайфстилера можно бросить на линии рано или поздно, то есть он в начале постоит и может просто уйти в лес. Фурион в том числе с пеньками фармить там, а лайфстилер против бэтрайдера отстоит. И таким образом и тот, и другой будет получать экспу, и Фурион тоже будет получать какие-то деньги. Вот за счет этого можно выехать. Не знаю, все равно. Не нравится тебе Фурион? Не знаю, мне кажется, универсальнее героя, чем Фурион, не придумаешься. Сейчас в доте он и мобильный по карте перемещается, практически на халяву. Вот теперь это универсальный. Ну да, да, да. Он может условно действительно вносить достаточно урона своим мультимейтам, особенно в начале. Это очень неплохо работает. Но опять же, это нужно знать хорошие тайминги. И левел быстро получить. Да, тоже желательно. Санкт-порт медленно это будет делать. А где ему экспу брать? Только в лесу, потому что лайфстиллера ты не хочешь лишать экспириенса. Ну, пока что Фурион на линии стоит. У нас там перемещение некрофоса идет вниз, я так понимаю. Наверх хочет перейти лайфстиллер. У нас пока хотят лайны поприятнее поставить обе команды. Ну, судя, если исходить из того, что я вижу по мини-карте. А изначально, почему Седек просто не поставили лайны по обычному? Примитивно. Ну, тут вообще, я так понимаю, легкую. Чилис побежал наверх. Вот, RealGD меняется. Они, видимо, очень хотят оставить бэтрайдера против некрофоса. Потому что бэтрайдер против нигра здорово. Зато саппорты получают. Да, в общем, у нас ситуация, когда саппорты пиршества здесь устроили, XP и фарма, пока там кэри не дошли до линии. В Европе, помнишь, такая игра была, где Нигма, по-моему, с кем-то играли, 4 минуты стояли против лесу. Было дело, было дело. Первый раз такое именно в Китае увидел. Я тоже тогда удивился. Думаю, ничего себе. Ребята реально не хотели меняться. Но меняться против Фуриона с телепортом бесполезно. Он всегда прилетит на ту линию, на которой он должен стоять. У него есть дополнительный телепорт. Ну, по крайней мере, вниз пока на ноге возвращается бэтрайдер. И внизу уже находится шейкер вместе с некрофосом. Сейчас, возможно, будет ответная перетяжка некра наверх. Как вариант. гоняет здесь их снова. К основе неудобно с Фурионом размениваться. У Фуриона пеньки плюс рейндж-атаки побольше. Всегда, когда венгар развернется, он еще 2-3 удара в спину нанесет. Сучи Лиса решили пробить немного. Ну, разве что пробить. Вряд ли его здесь заберут. Стан залетает очередной по Фуриону, но урона не так много. Пеньки пошли вперед. Вот так вот с рученьки разменивает, разминает. Там у нас пробили вниз. с перетяжкой есть на Джеймса. Джеймс по 4-мястам на Палма. Да, это фраг, это первая кровь. Попытается задинаться, возможно. Но там в итоге все равно добили крипы обычные с линией, я так понимаю. В итоге разделили фраг между собой героя команды LGD. Но как бы то ни было, это смерть для шейкера. Так, ну и снизу пока что бесхозная линия у нас получается. Вообще никого нет. Из-за этих перемещений, конечно, Седек в таком минусе сейчас. Посмотри просто на крипстаты. Там изначально Тинни что-то пофармил, пока бетрайдер бегал, потом бетрайдер вернулся тоже пофармил. Спектра на крипах. Четыре героя Седек где-то там в топ-5 снизу. В итоге там саппорты уже на каких-то базовых вещах могут быть. Просто доминировать будут сейчас на линиях LGD на любой, кроме центральной. Ну и на центральной тоже просадки никакой нет. Maybe. Да, некр возвращается обратно на линию. Тут у нас разве что XM хорошо фармит на меди, но и то мы видим, что Maybe. Это особо-то не отстает. Так, Винга тоже здесь рядышком. Подстакала лес. Ближайший кемп сверху. Ну а и Левен уже наверху там развлекается вовсю. На хосте Тинни тоже делает отвод снизу. Четвертый левел у Тинни, если что, у саппорта. Это жесть. Это ненормально. Тинни на самом деле на левеле-то с раскачкой 2 в 2 уже достаточно урона выдавать, поэтому это опасная ситуация может быть сейчас. Есть ощущение, что LGD за 4 минуты его выиграли. Серьезно. Но пока критичного ничего не произошло, но вообще начинается такая ситуация, что да, пока по фарму не густо. Как будут дальше поступать, не ясно. Здесь наверху продолжает стоять лайфстилер против элевена, но я так понимаю элевен это уже более устраивает, чем. Залетает уже за вышку, забирает крипов. Ну и лайфстилер будет фармить просто крипов по таверам. В принципе, тем же самым снизу будет заниматься спектр, а не сказать, что прям сильно мешает как-то некрофос на линии. Не пробивает особо. Тут задача некра просто пытаться за счет дынаев каких-то забирать фарм и просто спамить скиллами. Оровно, думаю, вторые баунсероны поделили до команды. Сюда приходит на помощь уже икснова. А вот он и Тинни, кстати, четвертого левела и, возможно, сарафа реально заберут. Сейчас будет Эвелинштос какой-нибудь, да. Стан еще сверху. Ну вот о чем я говорил, урона очень много, прям хорошо можно нюкать с этим. Тинни, элевен делает ТП, но и без проблем улетает на базу. И 2-0. 2-0 пока что в пользу команды LGD. Забрали иксновый здесь. Это первый фраг всего лишь саппорт Винга, у которой 850 нетворс. Винга вообще не с этой карты. Смотри, у всех одинаковый нетворс, практически и Винга там 800 голды. Почтите, дайте мне это фармить. Это опять же за счет того, что саппорты фармили в это время. Поэтому такая вот разница. Так, летит Фурион здесь на перехват. FY могут забрать. Врывается XM. Хорошая фиссура. FY дает Эваленш. И нет, шпруты его заберут, конечно. Ну а Мэйби продолжает фармить на линии пока что. О, ты видишь, что он покупает? Некрономикон на инвокере. Что-то новенькое, что-то интересное. Вот на ком только не видел, но на инвокере еще не приходилось. Даже на Бристлбеке во флей не видел Некра. Ну, фармить быстрее, опять же. Вообще, вообще, да, учитывая, что инвокеры не покупают себе Мидас, у них со скоростью фарма всегда беды в последнее время. То есть эти веселы, это все очень здорово, но эти веселы тебе не позволяют быстрее фармить. Инвокер купит весел, и если он не делает убийства, он начинает в таблице падать все ниже и ниже. Зачастую так и происходит почти со всеми инвокерами. Так, у нас снова драка внизу. Плохая. Посмотрим, насколько полезны будут эти Некра. Пока что инвокер топ-1 по Нетворсу, в любом случае, даже до покупки Некрономиконов. Так, здесь у нас за крипов борьба сняли Вижен. Хорошо. И снова заработал немножко денежек. Уже тысяча Нетворс. Растет прямо на глазах. Ну и пятый левел уже имеет Чилис. У Чилисов по Нетворсу тоже все хорошо. И тоже Некра. Вторые Некра. Первые. Первого левела. Так. Кто следующий? Кто следующий? Да нет, я думаю, двух достаточно. Более чем. Ну то есть для Спектра это нормальная ситуация. Даже под Хаунд нормально ты когда врываешься. Драку, нажал Некра, побежал, подрался. Хорошо. Там в миде попытка нападения на Мэйби. Летит Фурион, но сюда уже на защиту перетяжка есть. Отменяется ТП. В итоге какая-то странная попытка нападения от команды с Декбл. Но потрачены силы и время. И в итоге ничего не сделали. Смог разбивает LGD. И сейчас возможно выйдут в спину, потому что там все еще попытка подцепить Мэйби. Мэйби поймали. Пошла Фиссура, пошел Хаунд от Спектры. Спектра врывается в драку. Мэйби, Мэйби погиб. Чилис здесь не может просто выдать урона. Могут забрать сейчас попробовать Фуриона. Разве что Стики Фурион прожал, дает еще один спруты наступление и выживает. Вот так вот. Легко. Хороший выход отсидает. Убить очень богатого мидера. Да, стянуть еще всю команду и никого не потерять. Что не может их не радовать. Окей. Бэтрайдер там, я смотрю, ушел уже в лес. В чужой причем фармить. Могут сейчас Фуриона найти. Седьмой левел уже. Элевен, но мы видим Лассо нет. Ну что-то и без Лассо вроде как справляются. Должен-должен. Фурион сгореть. А, я с этого все-таки прокачал, да. Но в размен. До этого скиллпоинт он оставлял. Да, улетает отсюда. Разменялся здесь с Тинни. Фурионыч. Ну и пока 3-4. Так, тревела готова уже у Бэтрайдера. Это быстро. Достаточно быстро. Сейчас Бэтрайдер должен задавать темп команде. Все-таки у ЛГД за счет вот этого сильного Бэтрайдера и за счет мобильности спектры есть возможность там в любой части карты искать практически любого героя и убивать его. Наверное, вот теперь это не осилит таким сетапом. Просто урона не хватит быстро его убить. И, пожалуй, лайкстилера. А Шейкер, Фурион, Некр, это все, конечно, ходячие фраги. На них нужно зарабатывать. Посмотрим, как ЛГД это будут делать. Тос. Нападают на Джеймс. Да. Залетает ЕМП, Торнадо, Колдснет. Джеймса просто растерзали. Здесь сейчас дают Суру, но это его не спасает. Это фраг. Очень легко его сделали. Хорошей комбинацией. Можно опять еще кого-нибудь попробовать подцепить. Вряд ли это будет ХСМ. Потому что там на КД всего инвокера. Заходит направо, и сейчас, может быть, Некровса попробуют забрать под баунтирунку. Нет, СРФ не идет. Мне вот интересно, а будет инвокер вообще Весл в таком случае покупать? Потому что уже поздновато, да, кажется? Ну не знаю, Весл все-таки против СРФ здесь будет хорошо работать. Тоже верно, да, Весл очень хороший. То есть забрать будет не лишь. Ну да, 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 что поделать. Так, у нас наверху подпуш идет от Лайфстилера. Здесь у нас неподалеку находится, если что, Фуреон. Наверное, защиту прилетел пока что один Мэйбис. Снизу все еще планируют подраться с Амел Джидея. Лосо имеется, могут поймать того же, свапнуть, стан дать какой-то, но пока... А, свап-то нет, шестого нет, конечно, венги какой-то. Надо уходить, а Фай закидывает подальше Фуреона и просто бежать, потому что их здесь меньше. Ну и отлично. Опять же, четырех героев стянули. Если сейчас еще удастся Тауэр защитить как-то ЛЖД, то вообще будет замечательно. А в свою очередь с деком нужно идти забирать Тауэр. Не зря же они перетянулись на нижнюю линию. Нужно забирать строение. В позиции неплохой лево. Примерно лассо увезти того же Джеймса сейчас. Левенг попробует просто задержать этот пуш. Ну тут их снова еще, да, прожимается Глиф, но Тауэр очень сложно будет забрать. Тауэр дамаж низкий, только пеньки остались. А сюда уже перетягивается Тини, Тини бежит вперед. Может напасть вообще? Ну да, да, под лассо. Хуахаун еще от Спектры, врывается Спектра, прошло лассо, увезли Фуреона, СРФ. СРФ сейчас заберут. Прожимал. Охо-хо-хо! Не тут-то было, говорит СРФ, но на самом деле все равно даже, несмотря на этот невероятный отхил, все равно его забрали, урона хватает. 70% постановил, тут еще и Фуреона после байбека кидает, и Фай очень четко он его поймал, и Фуреон после байбека погибает, как же надолго он в таверне, и дальше за Лайфстилером, тот рейдж нажимает, 11, теперь бежать, эхо, слэм, чтобы убить этого бэтрайдера, и, пожалуй, нужно разбегаться этим и другим, но в плюсе, конечно, LGD за двойного убийства Фуреона. Там XM что-то еще хочет сделать, но вряд ли, вряд ли его одного хватит, да, шикарная драка для команды. LGD здесь хорошо все получилось. Я смотрю, сдаки не унывают, они снова перетягиваются вниз, там снова какая-то драка, очередной тос, выкидывает Лайфстилера, у него рейдж ПТ, и он погибает. Понял, вот так умирает. И СРФ, опять Гошраут, спасет ли его это, вот в чем проблема. Летит сюда уже Бэтрайдер, кстати, на Травелах, вот он прилетает, Eleven, и продолжают просто давить сейчас LGD своего оппонента. Там Джеймса могут подцепить, погибает, правда, в этот момент Тинни, но Фиссура залетает от шейкера, пытается там что-то сделать XM, но он по колдснепам бегает, его еще бьют крипы, накидывает на себя щит, в это время Джеймса забирают, это еще один минус, ну и вот уже 2000 золотых. Как же Сидек ведутся на эти файты, LGD они выгодны, у LGD сейчас пик лучше, чтобы драться, Тинни очень сильный, Бэтрайдеры очень сильные, они куда-то со своими фарионами летят. Они третий раз ломятся, они третий раз ломятся в драку, здесь вниз, залетает хороший ультимейт от Фариона, пытаются забрать их снова, но это пятерка винга, куда вы ломили. Отпустили, и тут еще и контратака. Сейчас если XM заберут, это вообще провал, это провал реально, это жесть. Это уже провал, даешь столько времени и сил на пятерку вингу, но даже если ты ее заберешь, останется иллюзия винге. Как бы, ну, что изменится по-хорошему? Ты сделаешь фраг, получше там 150 голды, там 160 за нее, и все. Да, 2К перевес, это уже неплохо. Просадка некра, смотри какая, относительно всех остальных, он из-за этих бесконечных смертей, он не дофармливает, а здесь некр без лотов, он очень слабый, его просто будут в первом фокусе, чуть ли не лассо на него тратить, и шансов уйти у него не будет. Да, LGD сейчас отрывается потихонечку, по экономике кажется, что это не так, но глобально, я думаю, если мы на левела посмотрим, можно на левела посмотреть героев, мне кажется, что LGD там есть существенное преимущество. Да. Ну вот есть 11-й, например, там 2 десятых только и 3 седьмых, а там 6-й, 7-й, но зато 3 десятых уже, даже 11-й, то есть по XP ведут значительное LGD, там X-нова просто бедняжка, он всю игру страдает, то Networx у него плохой, то XP у него нет. Он там себе книжечку подрубил, да, уже теперь есть точно 6-й, поэтому можно будет свапать. Там все-таки Vessel будет приобретаться у Maybe, но чуть позже он появится, там уже почти готовая урна должна быть. Вот как бы, да, он зарядил, если бы снизу урна была? Ну да, да. Сколько уже зарядов было, там бы Vessel на всю игру потом хватило. Ну и так, норм. В любом случае противника. Передумал? Передумал? Да ладно. Да. Саленс будет. Это первый инвокер без Vessel, квас вексовский, которого я вижу. Посмотрим, насколько это будет круто. Ну и если это сработает, то почему нет? Давай подумаем, Саленс на кого? White Spirit, Nekor? Nekor, White Spirit, who угодно. Даже Life Stealer можно не дать. После Rage, да. До Rage, без разницы. Хороший выбор. В любом случае норм. Так, у нас выход под баунтируны. Сейчас наверх идет от команды LGD. Спектр, если что, с каунтом. Ворвется в драку, потому что в это время Спектр над центральной линией подфармливает. И с деки драться вроде как и не хотят. Tower, судя по всему, наверху отдает. Но Tower упадет. Вперед. Пошел бэтрайдер на блинке. И подвозит Джеймса под станок. Снова это минус Shaker. Это один из самых богатых бэтрайдеров, которых я тоже вижу в последнее время. Boots of Travel плюс Blink 15, это очень быстро. Зачастую они один предмет покупают из двух. А тут сразу два, достаточно дорогих. У него второй фарм на карте, он опережает двух кэрри. Чилис здесь собирает дальше себе Манта Стайл. Весел, Фурион себе будет собирать. Вот так вот. Но с другой стороны Весел у нас будет. У команды с дек. Нужен ли он так сильно? Не знаю. Я не знаю. Я вот спорное заявление. Мало вижу. Вообще не вижу. типа, возможно, Некр с талантом там плюс Весел вроде как так работает. Ну, вообще, да, согласен, Захила здесь не так уж и много у команды LGD. Кого здесь контрить, им не ясно. Просто скорее дополнительная опция кого-то из своих похилить, урон дополнительный нанести. Что-то такое. Ну, ты мог бы собрать какой-нибудь условно Сайленс либо что-то еще полезное. Ауры какие-нибудь на команду, да. Кстати, Мека или Пайп какой-то здесь смотрится, потому что один Вештин вам нанесет там по 7 соток урона каждому и вам нечем от них защищаться. Только Некр похилит однажды. Но это мало. Кстати, а Некр там будет покупать себе что-то на команду, там Меку как раз. Так, ну окей. Тут у нас не стали драться и LGD в своем лесу просто отступают и не зафармят. Пачку крипов тоже. Жесть просто. Сейчас FY с командой могут разбить смок и пойти подраться под очередной лассо какой-нибудь. Я думаю, почему бы нет. У них урона очень много. По два блинка. Китая не покупают на Спектре Рейденс. Ни одного Рейденса не было за весь турнир. На Спектр было штук 5. Не копируют этот предмет здесь. Хотя конкретно вот против этого драфта наверное он не так плохо. Во-первых там некод дополнительный урон будет получать на Шрауде плюс Шейкер ты блинк очень легко сбиваешь. И так наверное сбиваешь но там все-таки побольше сейчас будет побольше шансов пойти как-то Миссы опять же не сбываем. Миссы от Лайтфиллера Фуриона. Классная штука да. Так у нас здесь попытка задефать Тавр вгрызает снова ну ладно выкидывает их снова жесть но правда сам рискует здесь подставиться прожимать стики не хватит прожимать стики залетает Торнадо XM не смог ничего сделать подтолкнули SRF здесь SRF потратил Гош Рауд сейчас еще и стенка стоит врывается с хаунта спектра снова не добили там их снова на ЛОХП успевает убежать Винга XM накидывает щит на себя очередной боже кто-нибудь умрет вообще в этой драке что вообще происходит никто не погиб GFY отрабатывает конечно я так смотрю он то спасает он нападает сколько раз он уже там выкидывал грамотно людей чужих и своих maybe быстро сориентировался сразу же DD сбросил White Spirit но пока смотришь где-то постоянно LGD на шаг впереди вот в каждом замесе у них лишнее действие положительное есть всегда не получается фраги зарабатывать 6 убийств за 20 минут они в каждой практически драке согласны сражаться но все размены в минус абсолютно все преимущество растет финансовое не быстро в пользу команды LGD но опять же это преимущество не так сильно будет решать в деньгах потому что там герои сильнее за счет своих уровней Куреон низкого левела да все низкого левела ну вот блинки начинают отрабатывать мы видим сразу же врывается White туда подтягивается сразу же Eleven отрывала их и моментально какой-то фраг делают так сложно против такой стратегии играть ты никогда не знаешь откуда ждать атаку тебя издалека где-то может цепануть что венга что Тинни напасть что Бэтрайдер что инвокер издалека закинуть скилл спектра в спину залетит и седек если там где-то разделятся там по одиночке их просто можно вырубать по всей карте очень сложно против такого играть так ну готов весел у Фориона возможно сейчас настанет камбэк для команды с дек кстати ну потому что пока не ясно как это все будет работать пока да вот ну окей 2000 преимущества все еще за командой LGD это конечно немного пошло лассо очередное и SRF подвозят под стан венги SRF погибает в итоге еще и в ESWAP здесь Eleven Eleven проживает даже и шейкера зацепили он тут оказался он здесь забыл что вы делаете ребята кастлайм не дать Джеймс умирает минус 2 это еще не конец за Форионом дальше Форион минус я не знаю зачем они дерутся это настолько плохо сейчас со стороны отдайте вы этого SRF у него NetWars примерно как у Тини но чуть больше зачем ломиться за него битвы ты посмотри куда он опять полез никого не боится их больше вы сейчас умрете Винга набегает сюда набегает Мэйби уходя за сюда XM до конца или нет лайфстилера а походу до конца потому что EFI таких не отпускает там уже SRF появился EFI наказали каста залетает хорошее первое наверное в этой игре но опять же торнадо опять стенка стоит рейдж имеется у лайфстилера здесь у нас 11 XM просто ждет прилетает в Турион пошли спруты Мэйби пытается пробить но хаунт от спектра и все Мэйби остается на развороте начинает накидывать очень больно лайфстилеру под колдснепом он погибает в это время там Шекер расправился с 11 за счет того что дал в него раскаст но опять же очередная драка в пользу некор опять может гэшаут гэшаут есть там свап если что есть ну все равно опасненько очень битая спектра не хочется идти вперед а вот Мэйби может здесь подхарасить но не хватит урона даже сорчета чтобы забрать да жесть и тут агоним на подходе уже для инвокера совсем немного осталось 3000 голды буквально дофармить и будет уже агонимчик или нет передумал передумал форста да тут мне кажется что не купит инвокер в руках Мэйби это будет работать все равно полезно все равно полезно так блинкдаггер появляется у шейкера возможно это шанс для команд с дек как-то перевернуть с хорошим врывом под эхо слэм подраться с энджин яша появляется для лайфстилера еще ну то есть опять же 5000 это уже серьезные такие денежки да но не сказать что прям с деки не могут драться под косу под врыв какой-то вполне себе драку-то могут и провернуть в этот раз снова баунтирун мы видим больше законтролили у нас lgd на одну ну и перевес вообще по контролю баунтирун существенный и по карте посмотреть если вообще нет вижена по сути у дайр я вот не вижу ни одного варда кроме того что стоит в центре вот они ничего не видят вообще эти правда тоже не намного больше но у них есть спектр по крайней мере который даст вижен если нужно будет в определенный момент поэтому им проще так 11 здесь с лассой если что успокоились немножко у нас lgd решили подфармить дофармить артефакты бкбшку себе бэтрайдер определенно хочет дофармить там немного осталось форстаф также на подходе и диффуза для спектра спектра очень сильная конечно получается будут готовы так же есть форстаф у инвокера плюс он там покупал себе книгу это значит еще левел какой-то получит бэтрайдер тот смог понимает прекрасно 11 спрятался в хорошей позиции никого не нашли сейчас в сдеке уходит ни с чем на свою половину ну и аганим себе конечно хочет дальше в войтспиле мастхэв тут обязательно нужно покупать потому что таким образом есть шанс не дать что-то сделать инвокеру ответный смог ответный от инвокера жду бкб если честно опачки SRF опять на хг в гушрауте в это время забрали Джеймса ну и видимо SRF тоже погиб сложно будет выжить да он пытается улететь но его не отпускают хорошие два фрага сделали шикарная смок-атака получилась от команды LGD очень уверенно ну и можно опять отступить пофармить уже 6000 11 очень круто отыгрывает в этой карте на бэтрайдере пожалуй его и F.Y больше всего хочется выделить а под Саленсом а под Саленсом пока что лайфстиллер но за счет того что он неплохо отъедается вгрызается в 11 11 очень больно 11 погиб но здесь рейдж заканчивается нужно в крипа спрыгать вылазить из него а здесь выходит уже F.Y дает свой рассказ просто царский X.M успел спрятаться но его это видимо не спасает только в одну цель X.M как же плохо и Саленс сразу же получает шейкер дальше можно гнать и его и торнадо по двоим попадает ну кого будут первым убивать X.M пытается скрыться будут первым убивать инвой и Джеймса следом Джеймс погибнет это еще один минус потеряли только одного бэтрайдера по хорошему X.M в одного X.M залетел это полнейшее фиаско конечно они слишком зависят от этого X.M потому что это сейчас чуть ли не главный источник урона в массфайте потому что Некра постоянно там контролит постоянно а это еще не конец SRF выкидывает здесь боженька действительно это катки и да под лайк maybe вот тебе инвокер X.M удовлетворил он тебя да да этот удовлетворил но опять же это инвокер который не дефолтный вас векс это совершенно другая сборка это Некра это Саленс это не какие-то веселы потому что ты смотришь периодически на этого инвокера который бегает с нетворсом четверки тут драка продолжается потом об этом поговорим очень битый сейчас LGD но неужели за ними погоняться в деке но это плохая идея не надо отпустите счет был 12-6 в один момент да одни сейчас еще 4 баунти руны забрать нет 4 не заберут 3 хотя бы 3 могут 3 могут контролить нет направо никто не идет ну ладно одни удвоили свои фраги другие только 3 убийства заработали опять же по поводу инвокера обычно ты видишь инвокера который играет через этот весел начинает что-то бегать драки не получается нетворс не растет но здесь вот это жесть какая-то просто невероятно разница на лицо то есть и ты он медленно фармит и ты понимаешь в один момент что даже четверка его догоняет они примерно вот в одном нетворсе находятся диапазоне а здесь совсем другой атом билд совсем другая игра и то есть инвокер он постоянно он всю игру на первом месте по нетворсу то есть я ни разу не видел чтобы мэби просел по нетворсу и этим инвокером я доволен этот инвокер работает и действительно билд очень своеобразный так никто не делал потому что все привыкли о я видел как топсон да квас 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 векс инвокером через весел и все ну да и потом два года берут этот же билд и все я не против квас векс инвокер на четверочку вот как показывали нам в Китае например как это работает да это круто но через центральную линию нужно немножко по-другому играть нужно урон наносить и вот он урон есть у инвокера этого аганим аганим кстати будет аганим осталось вообще копейки это скоро уже будет инвокер который еще и раскасты нормально будет драки давать каждый причем и левел у него там огромный просто да сейчас 20 уже скоро появится вот серьезно на этом турнире LGD показывают лучшую свою карту лучше они еще не играли потому что тогда против Седек первая серия вообще провал потом Астер который в еще более плохой форме и сейчас я вижу команду которая выигрывает весь Китай почему так легко почему так легко просто идет некор один вперед и все лассоид стоит вроде на базе да да из опасности но нет ну ты же понимаешь что там есть Тинни есть Бэтрайдер тебя по-любому утащит вот Форстав работает мы видим насколько круто работает Форстав почему не было в прошлой карте Форстава объясните мне просто все ты уехал тебя не могут бить невероятная опция для кайта забирают в это время еще здесь и Фуриона Сайленс ну тут все по-моему это конечная драка люди выиграли да Эхо Слэм конечно залетает неплохо но тут свап и кайт и кайт и Левен погиб забирает Джеймса минус 3 уже сделали сделали в размин на Бэтрайдера но проблема в том что сейчас еще и Майнкерри потеряют есть Бэйбэк конечно Лайфстиллера но он его я так понимаю тратить пока не будет если он его нажмет то он упадет ниже Бэтрайдера там куда-то и все забудьте про этого Лайфстиллера ну а в свою очередь LGD не собираются уходить они просто запушат Т3 XM не собирается даже в драку пока приходить и видимо линию отдают в верхнюю аганим готов вот он Бэйбэк ну окей LGD молодцы то есть почему в Европе я уверен они в Европе барак добили да барак бы били стояли и потом умерли бы в пятером на отступлении нет здесь все грамотно видишь Бэйбэк сразу отступил ну куда нам торопиться все хорошо 12к ведем можно еще пофармить аганим там сейчас вот скоро появится у инвокера чарм выпал вообще шикарно в Китае кажется просто дота более организованная дисциплина да у них на высоком уровне поставлены у них нет этих загулов под Т4 они пока не победили они точно ничего делать подобного не будут смысл они играют за слот во-первых в плей-офф они в карте от вылета и зачем рисковать зачем хоть какие-то намеки на шанс там давать шикарный показатель конечно у Мэйби сейчас вот опять же а можно как-то посмотреть по сравнению с лучшим это там не рекорд никакой потому что я смотрю и эти цифры меня очень удивляют я сто лет не видел такого нетфорса у инвокеров там выборка за 280 матч я думаю такой показатель точно где-то в топ-10 насколько он самый крутой это надо уже так у нас там планируется смок-атака вот команды с дек на Рошана в это время заходят ЛЖД но не бьют его так ну что хотят подраться но сейчас шанс хороший и снова может палить смок-вылос врывается и форстав форстав бкбшки до свидания все хаунт аспектр и со второй волной нападаем сами пошло лассо контроля Джеймса чтобы он не дал свой рассказ он погибает шикарно ты видел опять что EFI сделал он опять нашел лайфстилера где-то который пытался уже скрыться он его закидывает куда подальше его здесь еле-еле пробивают свап сразу же чтобы спасти уже этого EFI потому что от него будет пользы больше и он снова прыгает пытается хотя бы их снова забрать ну хоть что-то хоть какой-то фраг сделать сейчас но этого не получается два байбека было потрачено врывается XM здесь его уже контролят чилиса пытается пробить накрывают косой ладно с косы забрали спектру там два байбека потрачено для этого да это устраивает LGD они разменяли одного героя в троих можно уйти конечно а байбек не хотят не хотят до конца ну ладно потому что я так понимаю Рошан они хотят они заберут просто EGIS для спектры и тогда этот байбек ничего не будет значить да конечно лютый у нас зарубы здесь на третьей карте смог от команды LGD но если сейчас они делают фраги это по-моему конец тоже ГГ так ну деки собирается есть и Хаслэм есть и Хаслэм нет косы но с Хаслэмом можно попробовать что-то придумать это кстати вот такой Тинни на заметку европейским командам что он по-прежнему работает он может работать и будет полезно на самом деле Тинни очень часто появляется в всей регионе и там он тоже очень полезный даже с центральной линией ладно там драка завязалась XM вместе с Life Sealer Rage закончится сейчас Old Eleven в позиции у него Ласта конечно нет все а вот врываемся на SRF SRF можно забрать он прожал Гошраут отхилился X снова там не может ворваться в драк и вот он Meteor Blast минус SRF таверну на 70 секунд и лосо есть Life Sealer тоже ловят очередной минус байбека нет ГГ надо сдаваться да скорее всего забирают уже троих в живых тут еще Тинни но Тинни даже не могут забрать он уже достаточно плотный успевает уйти там пока что XM помансить какое-то время но это будет Team Vibe Team Vibe в любом случае да забирают всех идеальное исполнение от LGD вот просто не прикопаться ни к чему великолепно я не знаю я получил кайфа я скажу так на первой карте они проиграли исключительно по той причине что у них просто пик был немножко хуже ну и item build все во второй в третьей карте прям не к чему придраться особо особенно к третьей в третьей это просто какой-то высший пилотаж next level Dota потому что ну я такого давненько не видел молодцы причем начиная от лайнапов мы помним насколько они долго ставили линии чтобы было им комфортнее стоять заканчивая item build нестандартными рабочими то есть вопросов вообще ноль ну и наконец-то invoker центральной линии на моей памяти победил квасфекс отлично я рад ну что тут добавить шикарная игра поздравляем LGD им победа эта была очень нужна проходят они дальше продолжают бороться на данном турнире и вот так вот со счетом 2-1 заканчивается эта серия а вы не забывайте что можете заходить на cybersports.ru и комментировать этот матч там оставлять свои комментарии что вы считаете правильным неправильным не знаю в игре этих команд вот но впереди нас ждет не менее интересная серия да может быть даже более интересная там команды которые тоже за топ-1 Китая постоянно борются IG Vich очередной реванш я напомню что IG выиграли 2-0 в групповой стадии в первом раунде и сейчас Vich попробует отомстить ровно так же как это сделали сейчас LGD не без проблем LGD все равно далась групповая стадия они сыграли максимум матчей сыграли конечно не максимум карт потому что были и поражения были и победы но вот последняя серия сверх уверенная от них и у нас Sparking Arrow Gaming плюс PSG LGD будут выступать в основной стадии да да поздравляем их ну а пока мы уйдем на небольшую рекламную музыкальную паузу вы же никуда не приключайтесь вернемся к вам совсем-совсем скоро Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok